С сорняками во дворе на улице Максима Горького дворники справляются в считанные минуты. Работы много, в ведении муниципального предприятия больше тысячи домов. К тому же из-за частых дождей трава в этом году растет не по дням, а по часам. У нас ведется уже второй покос, в рамках чего выполнено уже 19% территории. По большому счету идем очень хорошо. Сейчас в Самаре остается не покошено 9% дворовых территорий, в отстающих промышленные, советские, ленинские и железнодорожные районы. Если во дворах порядок навели, то с незакрепленными территориями дела обстоят хуже. Только в Самарском районе площадь бесхозных участков составляет порядка 60 тысяч квадратных метров. Особенность района в том, что незакрепленка у нас это в основном территория стрелки реки Самара. Там есть какие-то предприятия работающие, но жителей там нет. По сути, ущерб от той же аллергеносодержащей травы не так явно для населения. Поэтому мы стараемся изначально расставлять приоритеты и работать на тех территориях, которые касаются жилья, и потом уже переходить на стрелку. По информации городской административно-технической инспекции, в Самаре почти 250 участков, где с начала сезона ни разу не проходила коса-косаря. Эти пустыри, которые сейчас начнут нам через дней 20 давать проблему для наших граждан в виде аллергии. И обращаясь к районам, у вас достаточно ресурсов, как людского, так и финансового, для того, чтобы скосить на сегодняшний день все эти пустыри. Особое внимание первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил обратить на отдаленные районы и частный сектор. Как проводится работа, проконтролируют инспекторы ГАТИ. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События.